30 дней до перемоги. До такого республиканского проекта долучилась Могилёвщина. У приватности молодь Кировская и представники Могилёвской областной ветеранской организации провели суместную акцию «Стушка памяти». «Стушки памяти» у колер белорусского флага заявились на галинках молодых древ на мемориальном комплексе спаренных вёсок уборках. Гэтую инициативу страшоклассников Кировского района подтримал президент Могилёвской областной ветеранской организации. Память безвинных ахвяр ушановали ускладанием кветок. Акция старшоклассников Кировского «Стушка памяти» стала часткой республиканского проекта «30 дней до перемоги». Трагедия в Борках – не единственный ужас, произошедший на территории нашей страны. Мы, молодёжь, должны не позволить повториться всему этому. Эта акция должна помогать нам запомнить и передавать из поколения в поколение то, что пережили наши предки для того, чтобы над нашей головой сейчас было мирное небо, и все мы жили в счастье и радости. Вот с нашей молодёжи поступила инициатива не просто провести митинг, возложение, традиционно посетить музей, провести диспут, диалог, но и организовать акцию, которую мы назвали «Лента памяти». В чём смысл? Всё символично. Повязывая ленту на дерево, дерево как символ жизни, мы вспоминаем своих предков и, естественно, строим планы на мирную жизнь. И тут на мемориале молодые ещё раз нагадали про жахи, которые довелось оперожить их ровесникам в годы Великой Айчинной войны. Два миллиона их сверстников прошли через концлагеря фашистские. И понимание вот этого, что два миллиона – это два населения Могилёвской области, я думаю, для них будет очень значимым. Найдите пример, когда советские войска, войдя в Германию, взяли кровь хоть одного немецкого ребёнка или сожгли хоть один немецкий дом вместе с людьми. В то же время, как у нас в республике более 600 деревень, в том числе 116 в нашей области. Такие встречи, на думку ветеранов, обовязково отгукнуться у молодого поколения высокородным жаданием – заховывать нашу историю. Тетяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новини региона.